Дамы и господа, леди и джентльмены, в сегодняшней серии вас ожидает очень много чего интересного. Мы с вами будем рубить деревья, купим пиво, продолжим рубить деревья, заведем банковскую карточку. И внимание, мы с вами продолжим рубить деревья. Вам стало интересно? Тогда желаю приятного просмотра. И если вы не подписаны, то подпишитесь. Я очень рад старой и новой аудитории, поэтому давайте, ребятки, красный кнопчик становится серый, также ставите лайк и начинайте смотреть данный видеоролик. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Буду потихоньку отвечать на все вопросы, пока вы будете смотреть в ускоренной перемотке видеоряд, который я для вас подготовил. Наверное, сперва стоит ответить на вопрос, почему я выбрал Majestic Roleplay. Ну, для начала, Majestic это вообще мой первый проект еще в САМПе, и о нем, наверное, мало вообще кто знает и кто помнит. Но те, кто помнит, надеюсь, что поставят лайк и даже напишут комментарий. Потому что некоторые могут помнить Majestic по его второму пришествию, когда он пытался вернуть бывалую свою популярность, но у него это не получилось сделать. В общем, Majestic Roleplay, сервер четвертый. Да, вот так вот. Четвертый сервер. Это вот не первый, не второй, не третий. Вы поняли, да? Четвертый. Если захотите со мной играть, то добро пожаловать на данный проект и на данный сервер. Теперь можно, наверное, перейти к самому видеоряду и что вообще вы там видите и что происходит. Я уже делал, кстати говоря, обзор на данный проект, и это единственный обзор, который у меня на канале плохо зашел. После чего я долго начал сомневаться о том, что стоит ли вообще делать обзоры по проектам GTA V, учитывая, что это намного делать сложнее, чем делать тот же обзор на какой-нибудь сам проект. Но я решился и поэтому все равно в будущем будут еще обзоры. Как минимум у меня лежит папочка на рабочем столе, в которой очень много материала на один тоже интересный проект, который я когда-нибудь сделаю и выложу на свой канал. Ну а сейчас у нас Majestic и у нас с вами создание персонажа. И это пиздец. Блин, я никогда не думал, что я буду придумывать ник для своего персонажа в течение 10 минут. Вот, блять, ну сколько имен существует и столько у меня в голове. Я не знаю, я перепробовал много имен, но сошелся я на одном интересном имени, который я придумал вообще после того, как создал персонажа и что-то просто вот взбрело в голову. Создание персонажа достаточно выполнено интересно, как я и говорил в обзоре, поэтому на него я потратил определенное количество времени и полазил в некоторых настройках, чтобы сделать своего персонажа более, так скажем, индивидуальным и более интересным. И небольшая особенность, у меня по ходу создания персонажа получалась вообще баба, хотя я выбрал мужской скин и типа, блин, я не понимаю, что я делал не так. Но я все-таки смог вырулить и смог сделать нормального персонажа, который не похож на бабу. Ну и после того, как я создал свой персонажа, я не особо помнил, что у меня было в обзоре, потому что я его не пересматривал и не стал освежать себе память, поэтому я сразу зашел на сервер и начал вспоминать, что к чему. Первое, что меня удивило, это, конечно же, сам спаван, потому что первый раз, когда я заходил на Majestic и делал обзор, я вроде как заспавнился где-то в Лос-Антосе, вроде даже в аэропорту. В этот раз меня заспавнило совсем в другом месте и мне это даже понравилось, потому что рядом находилась работа, которая мне нравится на Majestic, точнее подработка. Ну и также все как-то было более-менее рядом, не было какого-то оживленного потока, при котором меня могли сбить и убить. Да, здесь не работает такая система, как на других большинства проектах, если здесь вас сбивает машина, то вы падаете с условного мопеда и, скорее всего, вы умрете. Ну, на самом деле, окей, реализм есть реализм, поехали дальше. После того, как я начал рассматривать свой экран, я увидел, что вроде как добавили, потому что я этого не видел, вроде как добавили систему квестов. И эти квесты были как раз-таки созданы для новичков, которым я и являюсь. И да, я еще ввел какой-то там промокод, вообще рандомный видос открыл на ютубе и ввел промокодик, чтобы у меня какие-то там бонусы были вроде как. В общем, все, ввел, увидел, что у меня первое задание есть и начал выполнять. Я арендовал себе мопед, после чего понял, что это я сделал зря, но в будущем, наверное, все-таки нет. Ладно, в общем, я арендовал мопед, чтобы проехать буквально несколько метров и зайти в банк. В банк я зашел для того, чтобы можно было сделать свою первую банковскую карточку. И я, как обычный, простой, черный парнишка, решил сделать себе самую простую, самую бесплатную карточку в банке. Не став заморачиваться со всякими там оплатами и так далее. Придумал пароль сверхсекретный, который вы, конечно же, сейчас не увидите на экране и все будет круто. Ну и после того, как я сделал свой пароль, я сделал, собственно, первый квест. После чего у меня появляется новое задание. По новому заданию я, опять же, недалеко поехал. Я поехал в 24 на 7, где я немного сглупил. И вместо того, чтобы сразу купить пиво, я такой, типа, блядь, давайте-ка я куплю несколько раз сигареты и буду задумываться о том, что же я сделал не так. Мне казалось, что пиво вот написано внизу, а наверху картинка идет. То есть мой мозг не додумался до того, что наверху написано пачка сигарет и как бы на рисунке тоже пачка сигарет. Я об этом не думал, я такой, типа, мне похер, я сейчас буду делать так, как я хочу. Ну и в итоге я купил сперва несколько раз сигареты, и только потом я купил пиво. Вот такой вот, собственно, я дурачок. И не делайте такой ошибки, когда будете играть и вообще начинать игру на данном проекте. После чего еще одно легкое задание у меня появляется. Мне нужно просто взять и отвезти это пиво боту, который мне, собственно, и давал все эти задания. По приезду я отдаю этому боту, прекрасному наркоману-алкашу, этот пивасик. И дальше у меня начинается самое интересное задание. Мне нужно заработать 5000 на подработке. А так как это слово подработка уже говорит о том, что никто нам платить большие деньги не будет, мы понимаем, что мы потратим на эту работу достаточно много времени. Возможно, конечно, всякие там работы, которые прилагаются, там, типа, автобусник и так далее, являются тоже подработками. Но я не стал этого проверять, и плюс у меня нету прав. И я решил поехать на свою любимую лесопилку, где я начал рубить деревья. И я вам скажу так. Поначалу мне казалось, что это слишком долго, и я вообще заебусь и удалю GTA 5 с своего компьютера. Потому что, ну, 5000 на лесопилке это реально прям конкретная сумма. Учитывая, что за одну ходку нам будут давать в районе, там, 48 что ли долларов. После того, как я начал зарабатывать, я такой смотрю, у меня уже есть 500 баксов. Я такой, ну, вроде быстро. Потом у меня 1000 баксов. Я такой, отлично. И уже когда у меня было показано, что я заработал 1500, я такой, типа, мама, ради меня обратно. Мне правда казалось, что это уже начинает надоедать. Но я себя все-таки переубедил. Типа, блин, камон, я играл в сампик, я там таскал вообще с графикой 2005 года ящики от одной точки к другой. А здесь я не могу бегать к деревьям в более красивой обстановке с более красивой графикой. Поэтому я продолжил бегать, и в итоге я заработал 2000. Да, я заработал 2000, а потом я уже понял, что все, я не хочу больше пока что работать. И я взял мопед, уехал обратно на спаун, чтобы потом можно было заново арендовать мопед, и больше ничего не делал. Так вот прошел мой первый день пути моего бомжа на данном проекте. Я надеюсь, что вам интересно будет следить за моим персонажем, учитывая, что ролики будут выходить в разных стилях. Порой я буду комментировать вживую, что происходит, порой я буду комментировать так, как это сейчас. Но так как это первая серия, это вводная серия, и особо здесь комментировать вживую нечего было, я решил, что пока что будет интересно так. Я буду что-то рассказывать, вы будете что-то там смотреть на экране, либо же просто фоном будете слушать, что происходит, и когда вы будете слышать что-то интересное, вы такие типа, ага, сейчас я посмотрю, что там вообще происходит. В общем, ребятки, я благодарю вас за просмотр данного видеоролика, надеюсь, что вам будет все-таки интересно смотреть за моим персонажем, и поэтому вы подпишитесь на канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, ну а я вам желаю удачи, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok